друзья привет сейчас я подожду пока присоединитесь и расскажу о чем я хочу сказать жду-жду-жду людей и вопрос такой мне только что выпал под последний пост который я выложила и там был вопрос в чем ценность коллажа как услуги и я решила выйти в эфир и ответить вам на такой вопрос потому что я думаю те кто присоединяются вам интересен и актуален вопрос завтра стартует новый марафон марафон по коллажам почему я решила такой сделать мой аккаунт изначально идет про скетчинг но скетчинг это долгосрочная перспектива то есть невозможно завтра начать зарабатывать на эскизах по если вы только сегодня начали вам нужно два-три месяца хотя бы минимум потренироваться поднатыкаться и до того как вы вообще начнете искать клиентов поэтому спасибо ребята аксюта спасибо за твой комментарий я разрываюсь потому что я сейчас снимаю марафон который будет в августе лёша сидит с малышкой еще полный дурдом не пишут я прохожу курсы сама мне пишут почему вы не присылаете домашки сама я на самом деле хреновая ученица ну да ладно стараюсь в общем все успевать хотя это вообще вообще андреал и пока в условиях переезда и новой жизни это все тяжело делать но все-таки так процент из коллажей только что буквально там 10 минут назад я выложила пост в котором показала коллажи из нового марафона и сравнение с эскизом из фотографии и так вот такой вот супер коллаж который полностью заменяет эскиз я вам покажу как такой 3d коллаж делать внутри этого марафона в чем же ценность такого коллажа ценность такого коллажа в том что вы научитесь его делать за полтора часа времени и сможете уже сразу врать заказы по изготовлению коллажей потому что это не требует каких-то великих знаний требует техники не требует вашего умения владения стилусом владения вам потребуется владение перспективой которые я покажу как здесь сделать в видео вы увидите вот мини процесс создания этого коллажа и так дальше я показываю эскиз на который ушло грубо говоря этот этот урок по моему три часа урок по этому эскиза плоском стиле из дома мечты и кухни есть в курсе дом мечты три часа на вот этот вот урок и условно час на вот этот урок по созданию коллажа и фотографии по сути вот здесь в подложке нет фотографии здесь просто пустой белый лист от фотографии но мало чем отличается и вы спрашиваете в чем же ценность такого коллажа как его продать да точно так же как эскиз вы таким коллажом можете человеку полностью показать как будет выглядеть его будущая идея я завтра выложу в ленту 20-минутное видео вступление в марафон который марафонцы уже могут смотреть кто уже купил марафон вы уже это видео должны видеть завтра я ему выложу в ленту где я расскажу про то как я применял эти коллажи про то как я их монетизировал какие бывают виды для чего не нужны я думаю что это видео будет полезно не только тем там нескольким сотням людей которые придут на марафон но и всем остальным которые пока не хотят на него приходить считая что это что-то ненужное но по сути это такой коллаж может заменить эскиз и вы можете его начать монетизировать почти сразу грубо говоря через три дня три раз поднатыкались как делать коллажи после марафона сможете монетизировать совершенно спокойно это знание в отличие от скетчинга тут нужно понимать что нужно время и еще один вам пример тогда я показала фотки просто пока нет надо сделать на самом деле все уже практически там из этого есть все что мы видим это калаш по ванной времени изготовления этого коллажа 1 час это эскиз по ванной из курса дом мечты это три часа моими руками ученики этот урок рисуют гораздо больше плюс для того чтобы дойти до такого урока вы не сможете нарисовав один кубик на взять и начать рисовать такой эскиз то есть для того чтобы сделать такой эскиз вам потребуется ну полгода обучения ну вот это вот чтобы вот топов за топ если вы постоянно занимаетесь чтобы сделать такой калашу нужно три часа времени тупо три часа времени когда я пошла учиться на 3d max это было в черт знает когда нет ничего нет это было честно когда это было лет 8 назад итак калаш да еще раз вам показываю это итоговый калаш марафоне поэтому я им и привлекаю потому что показать как можно расставить картинки это вас вряд ли увлечет поэтому здесь 3d калаш это вот актуальная тема так вот когда пришла на 3d я поняла что для того чтобы создавать 3d эскизы но да простят меня 3d шники наверное они меня не смотрят зачем им быть подписанным на мой аккаунт для этого не нужно быть художником для этого нужно быть безусловно творческим человеком но по факту вполне достаточно понимать программу понимать куда кликать мышкой чтобы ты выстроил там диван этот вот да натянул текстуру поставил свет это все клевый творческий процесс но это не то творчество которое дает рисование то есть по сути чтобы научиться делать 3d вам не нужно быть художником чтобы научиться делать вот такие 3d коллажи которые по факту практически ничем не отличаются от эскиза и если я сделал сейчас не пленилась пошла сделала фото и по факту ничем бы не отличались от фотографии для этого не нужно быть художником так что ольга каминская учат не художников в этом марафоне для того чтобы могли научиться делать коллажи сразу монетизировать это отличный вариант для тех кто к примеру хочет научиться рисовать, но вы понимаете, что вы сейчас начинаете учиться рисовать. Допустим, вы купили курс грубо говоря, неделю назад, месяц назад, два месяца назад, и пока вы его проходите, пока вы дойдете до построения интерьера, до того, чтобы можно было уже делать портфолио после курса любого моего интерьера, но вы имеете портфолио. Но сначала нужно дойти до тех уроков, условно, до 15-го, когда мы начинаем рисовать полный интерьер, и вы начинаете создавать это портфолио, после которого к вам придут клиенты. То здесь вы сейчас уже параллельно обучаясь рисовать, можете создавать коллажи, иметь портфолио, сделать из таких 10 коллажей, 10 коллажей вас займет, условно, 3 дня, потому что на коллаж тоже уходят силы, время, безусловно, просто штамповать их 10 штук в день, это нереально. Создаете, выкладываете портфолио, начинаете искать клиентов-дизайнеров, потому что не все могут себе позволить, вот на минуточку, как монетизировать, не все могут себе позволить эскиз за 5-6 тысяч рублей, но даже за 4. Предлагайте коллаж за 2. Вы на него потратите в 4-5 раз меньше времени. Вот, допустим, мой вот этот суперсложный коллаж, час, эскиз 3 часа, в 3 раза меньше. Если вы рисуете, там, эскиз 5 часов, то коллаж вы сделаете, там, опять-таки, за час. Ну, больше часа его мусолить нечего. Поэтому это то, это как бы быстрые деньги. То есть интерьерный скетчинг – это работа на перспективу, и, соответственно, у вас ценник будет расти со временем, как качество вашего эскиза будет расти. То здесь быстрые деньги, вы берете просто фотографии, и здесь брались фотографии конкретно с сайта унитазов, с сайта ванны, люстра, то есть сантехника онлайн, тут практически все. Текстурки – камень Pinterest, стена Pinterest, окно Pinterest, балки – это просто из черных полосок выстроенность, из черной деревяшки вырезанной, потолок тоже, да, то есть текстурка там есть. И волшебная пыль, которую я сюда добавила, точно такую же, как и в эскизе. Подсветка – это кисть, световое перо, которое у нас есть с вами в программе Procreate. Точно такая же кисточка есть в фотошопе. В чем еще плюс? Да, не у всех есть волшебные наши планшеты iPad, либо не iPad, но уж компьютер даже с хреновой памятью, но фотошоп как бы есть у всех. Если даже вы не хотите пока оплачивать платную версию, то вы можете сделать 30-дневную пробную версию фотошопа, установить себе на компьютер и пройти за 10 дней этот марафон в фотошопе. Внутрь марафона я добавила уроки. У меня раньше был курс фотошоп, сейчас я его давно убрала из продажи, так как по цифровому я больше перешла непосредственно на планшет, но у меня есть в гет-курсе курс по фотошопу. Из этого курса по фотошопу я взяла практически вот тут, да, вот у меня курс по фотошопу, и тут есть уроки. То есть знакомство с программой фотошоп, дальше виды коллажей, это мы уже создаем коллажи, здесь мы делаем как раз 3D-коллаж со стенами, и опять-таки вот коллаж с отражениями. Я эти уроки добавила внутрь марафона, для тех, кто будет проходить его на компьютере. То есть вы сможете пройти тогда и эти уроки, и уроки марафона, которые я показываю непосредственно в Procreate, но проходить его в фотошопе. Урок про фотошоп включен, и это чисто как бонус. Так что для тех, кто не владеет пока техникой, не имеет планшета, но вы можете все попробовать в фотошопе. До 2016 года все коллажи я делала в фотошопе. Планшета тогда не было, я там все это лепила, добавляла, и, безусловно, все это делала я не просто так, это было все коммерческие заказы, то есть дизайнеры, которые просто набрасывали мне в WhatsApp, в почту, там какие-то свои вот эти мебелюшки, они просили это красиво подать. Понятно, знаете, вот вы часто говорите, кому это нужно, ведь дизайнер может это сделать сам. Да, он может это сделать сам, но я тоже могу маникюр сделать сама. Я, как в пандемии показала, челку тоже могу постричь сама. Я много чего могу сама, и полы помыть я тоже могу сама. Но зачем я буду делать маникюр и мыть полы, когда я могу снять новый марафон? Вместо этого, за то же самое время, что принесет мне удовольствие и, соответственно, финансы. От того, что я буду сама делать полы, финансы мне не принесет. Так что тут нужно понимать, что дизайнер это такой же обычный человек, который помимо того, чтобы выбирать плитку и сидеть с утра до ночи, карпать коллажи, хочет сходить на маникюр, сходить в кафе или провести время со своими детьми. Поэтому даже если дизайнер молодец, конечно, он должен это уметь делать, ему это легче будет просто для работы, но витоковую красивую картинку, вот такую, когда он уже собрал все материалы, вполне может он нанять и за 2000 рублей получить клевый калаш, не потратить час времени, который он лучше проведет в свое удовольствие, либо съездит на объект. Поэтому дизайнер это вообще человек, который как человек-оркестр должен уметь все, именно должен уметь. В понимании клиента этот человек вообще с утра до ночи только будет сидеть и исправлять, и с утра до ночи будет выбирать ему светильники, выпрашивать скидки и так далее. Представляете вообще сколько всего наваливается на одного дизайнера, поэтому мы художники, визуализаторы, архикад, кто умеет чертить, мы все помощники этого дизайнера. Также и коллажи, это точно такая же клевая помощь, потому что клиенту, вашему клиенту, дизайнеру, не нужно тратить условно 5-6 тысяч рублей на то, чтобы заказать эскиз, он показывает клиенту вот такой за 2000, грубо говоря, клевый 3D коллаж, клиент в нем уже говорит, нет, слушай, давай ванну поменяем все-таки на белую, потому что вы видите полностью уже антураж, вы видите, что вы хотите раковину не такую, а такую, и может быть душевую лейку не такую, а такую, или люстру не такую хотите. И после этого, если клиентка повплатить, он заказывает у дизайнера уже эскиз, но уже все понятно, вы представляете, как было бы круто, если вам на заказ на эскиз присылали такие 3D коллажи, а еще к этому фотографию в кучу, вообще будет круто. Когда я первый раз выложила вот этот коллаж по ванну, меня спросили, это фотография вместе с фотками, вместе с эскизом? Нет, это просто как бы, это не по фотографии. В марафоне есть уропа фотографий, то есть где я сфотографировала помещение и дальше ставила туда мебель, но эти это просто выстроили стены от прямоугольника. Если вы сейчас пойдете в последний пост, эфиршечки у нас теперь не сохраняются, если я его в ГТВ, конечно, выложу, но в ленту эфира этот выкладывать не буду, наверное, не знаю, то вы сможете вполне в последнем посте увидеть, как создается, собственно говоря, этот 3D коллаж. Так что, подводя итог, сейчас прибегусь по комментариям, если есть вопросы, еще напишите, пожалуйста, я еще 5 минут все просмотрю и вам отвечу. И буду снимать еще новый урок. У меня сегодня великий день работы, я прям рада. Вчера сегодня работаю, вчера три урока сняла, и сегодня один досняла, вчерашний, и еще в планах, ну, как минимум один сделать. Так что я сегодня в творчестве, ну, решила с вами поболтать, раз вопросы все-таки возникают про такую ерундовую, как мне казалось, тему, как монетизировать коллаж и кому он нужен. Так что в этом видео я его сохраню в ГТВ, если вы только что подключились, как монетизировать коллаж, кому он нужен, зачем он нужен. И я рассказала на примере интерьера. Точно так же можно говорить про фэшн. Но давайте об этом я расскажу уже завтра в видео и, соответственно, в марафоне. В каждом уроке я рассказываю не только как рисовать, как мы это делаем, но и для чего это нужно. Поэтому не ждите от меня всех ответов в каком-то небольшом эфире или в каком-то коротком посте, в котором ограниченное количество знаков, потому что у нас есть марафон, в котором я все это рассказываю. В следующем месяце марафон будет, если в этот не получится. Такого марафона не будет. В этом марафоне вообще я решила сделать 12 марафонов, чтобы в следующем году пустить их по кругу. Сейчас есть 9 марафонов, так что мне осталось сделать по сути 3 марафона. И дальше я займусь курсами уже. Что-то буду переснимать. То есть пока вот по марафонам я доделываю, чтобы у меня их стало 12. В этом месяце у нас марафон коллаж. В следующем месяце будет марафон совершенно другую тему. И марафон по рисованию. Марафон коллаж у нас один. Этого нам достаточно, я думаю. Так, если планшет не про, то что-то получится или результат печаль? Ребята, планшет про от не про. Ну, меня убьют создать лепу такой фразой. Она не совсем правдивая, но по факту это так. Про от не про практически ничем не отличается. То, если у вас есть стилус, стилус под не про подходит только первого поколения, под про второго поколения, который вот этот крепится магнитиком сюда, результат касания стилуса об экран и вашей картинки ничем не отличается. Чем отличается про от не про? Такой пост был, есть в сохраненных сторис также информация. Просто больше производительность. Вы можете сделать больше слоев, можете сделать больше разрешения картинки итоговой и хранить больше файлов на своем планшете. На рисование никак не влияет. То есть на скорость движения вашего стилуса по экрану не будет такого, что на про это вот летает, а на обычном вы провели, и линия появилась через 5 минут. Нет. Такого нет. Они абсолютно идентичны. Как бы вы можете написать друг другу, любому ученику, который ответил в комментариях, вам ответят. Вот большинство, ну не большинство, давайте так, 50-50 рисуют про, но и не про. Результаты абсолютно вы никак не отличите. Более того, рисуют на мини и проходят на телефоне. Этот марафон вполне может проходить на телефоне, хотя я это не рекомендую. На мини ок, пожалуйста. Ну на телефоне, но это, вот как я говорю, это кровь из глаз, потому что это очень мелко. Поэтому я не сторонник, но чисто теоретически как бы тоже все те же самые действия делать можно. Так, ручку докупить, если подходит к вашему планшету, и вообще можно не только лажи делать, но и суперкульту рисовать. Прошки советую покупать, когда вы уже на заказ работаете, чтобы вы могли больше слоев. Особенно если вы хотите делать ивенты или ландшафт, когда нужно один цветочек или один кустик скопировать 125 раз, а у вас обычный планшет будет вам давать возможность, грубо говоря, ну там только 30 слоев сделать или 20 слоев, а вам нужно 50, то упрошка дает эту возможность. Так, больше у нас тут вопросиков не было, ребята. Не было, не было, не было. Ну если не было, тогда Олечка пойдет дальше снимать уроки. У меня глючится, когда рисую, не могу понять, ты сделался ли программу. Нет, у меня не было такого, у меня ничего не глючило. У меня, ребят, глючил только Android, поэтому у меня с ним отношения очень быстро закончились. Хотя я его хотела тестировать на тему, что ученики же не всем там хотят и могут купить Apple. Хотя по факту у меня от Android стоил столько же, сколько iPad, поэтому смысла не было. Сейчас еще в скором времени хочу потестировать XX Pen, планшет с экраном от Vacuum. От Vacuum? Или это отдельная фирма? Я не знаю. Ну, короче, это графический планшет с экраном, в котором можно рисовать на программе Autodesk, Sketchbook, либо в Photoshop. У меня в свое время глючил Photoshop, это зависело от компьютера, конечно. Android глючил сам по себе, не знаю, хотя Samsung считается вроде хорошим Android, но у меня с ним не смыслось. Procreate меня не глючит, вот от слова совсем вообще. Но у меня не было обычного iPad, у меня были только прошки. Начиная с 16-го года, вот у меня было сколько, 4 планшета и все были прошки. Когда я снимала какие-то уроки на обычном, у меня есть видео, где я рисую одновременно диван на обычном и на прошке, и ничего никуда не вылетало. Ну, конечно, если вы загружаете очень сильно, допустим, хотите какой-то супер огромный размер файла, кучу слоев, ну, любое устройство можешь не выдержать. На базовом курсе уроков по коллаже нет, уроки по коллажу есть в курсе «Дом мечты». Там мы с вами берем помещение, строим план, потом делаем коллаж и потом рисуем эскиз. То есть, так как курс «Дом мечты» он такой типа «создай свой проект с нуля», он несет в себе все. И создание плана по размерам, и создание коллажей с подбором мебели, то есть, по факту, мы вместе с вами в Пинтересте роемся, что-то собираем, и по факту придумываем интерьер, и после этого рисуем. В базовом нет. Раньше был отдельный курс «Коллаж», сейчас я его просто убрала. Марафон по коллажу несет в себе куда больше информации, чем был курс «Коллаж». Так что клевый марафон, я думаю, что вам понравится и даст вам реально новые возможности для заработка достаточно быстрого. Так как мне нужно полгода учиться, марафончик пройдете, 10 дней, умение делать коллаж у вас в кармане. А дальше все зависит от того, как вы будете клево компоновать, и все, и делать в портфолио. Потому что клиентам будет непонятно, если вы скажете, я могу вам сделать такой клевый 3D-коллаж, это им будет непонятно. Им нужно, чтобы вы показали, что вы можете. Пройдите марафон, у вас будет 2 3D-коллажа, даже 3 3D-коллажа. Сделайте еще 10, и у вас будет уже портфолио. Это реально клевая альтернатива эскизам. Я не говорю, что не нужно рисовать эскизы, но это то, что вполне может служить альтернативой для тех, кто не может, не хочет заказывать эскиз, и для тех, кто хочет быстро получить картинку. Потому что на это создание много времени уходит, и в день можно делать реально много. Если вам прям по проекту все прислали, хоп, и вы за одним все сделали. Я могла так за вечер и за 10 коллажей сделать. Ну, то есть не всем нужно 3D разное. Были очень сложные. В каких-то нужно дорисовывать, в каких-то не нужно. Я в коллажах тени падающие добавляю, чтобы они объемнее становились. То есть тут уже фишка каждого художника по коллажу, который это создает. Хотелось попробовать пройти на марафон уроков по 3D-интерьеру. Всего 3 урока. Остальные больше про вырезать, вставить или я ошибаюсь. Ну, как бы и про вырезать, вставить. Но вы должны понимать, что создание коллажа – это не только вырезать, вставить. Это красиво закомпоновать. В уроке, где есть фэшн, там мы дорисовываем и вставляем какие-то рисованные элементы. В уроке по карте желаний я рассказываю еще как бы про эту фишку, про то, как делать карту желаний. Кому интересна эта тема, тоже будет интересно. И рассказываю на своем примере. Так что вы можете также это увидеть. Собственно говоря, вот коллаж в масштабе на глаз. Нет, конечно, коллаж я делаю не в масштабе, но у меня хороший глазомер. Я просто все это вижу, все эти пропорции. Поэтому нет, коллажи не в масштабе. Но никто вам не мешает создавать само помещение в масштабе. Вы можете в проклеить и взять сетку, расставить 4 метра, сделать 3 метра в высоту. И, пожалуйста, все эти окна натягивать по масштабу. То есть тут главное понимать принцип, как делать этот масштаб. И, ради бога, применяйте. Но я думаю, что по моим коллажам видно, что у меня вообще там все не в масштабе. Но при этом все в масштабе. И все гармонично, все как надо поместилось. Чтобы не делать ляпов, конечно, чтобы у вас не был диван огромный, а кресло маленькое. Нужно понимать пропорции предметов относительно друг друга. Так, Ольга, мой вопрос пропустили. Очень интересная тема создания коллажей. Не могу понять, как лучше совершенствоваться в одной теме. Интерьер, например. Или лучше зайдет универсальность. Лучше зайдет универсальность. А дальше вы уже выберете. Допустим, если брать ту же Дашу Сапегину. Она рисовала интерьеры, интерьеры, ивенты, все, все на свете. А потом остановилась только на ивентах. Ну, человеку нравится эта тема. Знаете, когда у нас уже большой поток клиентов, большой поток заказов, нам уже не надо хватать все, и мы уже можем выбирать. И если больше действительно по душе больше удовольствия вам доставляет рисовать именно ивенты, рисуйте это. Чем больше у вас будет на начальном этапе умений. То есть вы можете предложить клиенту и ландшафт, и ивент, и интерьер. Если интерьер и ландшафт, он, как правило, приходит из одного потока дизайнера, который, допустим, делает проект дома, то ивент это уже совсем другое. Это ивент-агентство, которое обращается к вам. То есть это дополнительные клиенты. Пока вы себе не наработаете такое количество клиентов, чтобы у вас было то количество денег в месяц, которое вы хотите, я считаю, что нужно брать различные направления. Когда вы уже можете себе позволить все-таки выбирать, то выбирать уже то, что вам больше заходит. Мне гораздо быстрее было сделать любой интерьер, чем сидеть, ковыряться с ивентом, прорисовывать вот такого размера цветочки. Ну, как бы мне это не доставляло удовольствия. Но я скажу, почему. Потому что, как правило, ивент это был не только интерьер, но еще и ландшафт. То есть это была выездная церемония, на дальнем плане какой-нибудь фрут, лес. И вот ты вот это все до конца не понимаешь, как рисовать. Сейчас я прекрасно понимаю, как рисовать дальний план, поэтому для меня теперь вопрос с ивентом не стоит. Кто проходил бухомарафон, там в конце был урок с машинкой. И вот мы там делали классный дальний план, его размывали. Вот такая техника очень круто подойдет для любых ивентов. Поэтому я просто их шарохалась. Так же, как фэшн, я не брала, потому что я не хотела, чтобы меня мучили с тем, что я что-то нарисовала не похоже. То есть я брала ивент, ландшафт и интерьер. Но, по большей части, интерьер и ивент. Ландшафт уже добавлялся позже. Поэтому вначале выбираем все. Стараемся предоставить клиенту полный пакет. Если вы еще в архикаде умеете, вообще круто. Потому что дизайнер, ему удобнее работать было бы с проектом с одним человеком. Вы бы архикад его вычертили, потом бы разверточки сделали, эскизики нарисовали, коллажики. Вообще круто. Потому что, ну, когда ты общаешься с кучей народу, этот тебе планы чертит, этот тебе коллаж делает. А потом ты что-то одно поменял, и тебе надо каждому человеку это сказать. То есть будьте универсальным, и тогда вы будете больше подходить под своего потенциального заказчика. Встречала визуализаторов ландшафта, которые размечают растения, цветущие в разное время на одном эскизе. Это грубая ошибка, но не нашла никого, кто рисует... Ради бога, вы можете клиент... Вы, когда даете свое ТЗ визуализатору, ведь если вы ландшафтный дизайнер, вы даете, как что выглядит. Конечно, я, допустим, когда рисовала свой курс по ландшафту, я рисовала растения в самой их цветущей ипостасии. То есть я рисовала, кого там, Господи, магнолию цветущую, она будет свисти две недели в году. Но я рисовала цветущую. Зачем я буду рисовать ветку просто, да? Также я рисовала там эскиз ночью. Кому-то он не нужен, а кто-то хочет увидеть освещение. Вы, как дизайнер, я же не учу ландшафтного дизайнера. Я вообще без понятия, как растение выглядит зимой и летом. Давайте мне картинку. Вы, когда мне присылаете кленки нала, вы мне дайте, как он выглядит зимой. Я вам нарисую зимой. Давайте нарисуем эскиз с покрытой снегом. Вы давайте визуализатору свое желание. Не ищите, что кто-то рисует с учетом сезонности. Вы дайте задание нарисовать с учетом сезонности. Вы же дизайнер, вы присылаете мне, как выглядит этот куст. Пришлите мне этот куст осенью. Пришлите мне клен осенью. Пришлите мне гортензию осенью. Я буду видеть, как это будет выглядеть. Либо скажите, доплатите. Я сама буду сидеть и гуглить, как оно выглядит осенью. Давайте нарисуем деревья без листьев. А кому интересно видеть такой эскиз? Если интересно, окей. Если клиент хочет, а это клево, попробуйте. Идея вам, визуализаторам. Возьмите сделать один и тот же эскиз 4 времени года. К вам придут клиенты, которые хотят увидеть с учетом сезонности. Пожалуйста. То есть то, что я так не сделала, это не значит, что так не делает никто. Просто никто так не заказывал. Но сделайте, запросите или сделайте в качестве портфолио визуализаторы сами себе вот такие эскизы, чтобы они говорили, что мы не рисуем с учетом сезонности. Такого запроса просто не было. Вот и все. Так очень интересная тема. Тариф с вами до 15 сентября. Это значит, что можно проходить позже или делать в своем темпе в течение двух месяцев. Именно так это и значит. Да, в течение двух месяцев и с моей проверкой. Так что, если вы не хотите спешить, ребят, этот марафон пройдет и за неделю. Он даже месяц не нужен. Просто если, мне кажется, больше актуально, если вы хотите, чтобы я проверяла и, соответственно, давала вам обратную связь. Но и для таких ленивых учеников, как я, которые у меня до декабря там курс, я его буду в конце ноября проходить. Если нет подходящей мебели или ракурса для коллажа на марафоне, вы рассказываете, как можно деформировать похожую или отрисовать необходимую. На этом марафоне мы не отрисовываем. Мы ищем нужный нам ракурс. Я рассказываю, собственно говоря, свою историю. Допустим, когда мне присылают стул. Да, вот присылали стул боком. Он тебе в коллаж нужен в отпас. Сейчас у нас есть волшебный Пинтерест. Вы загружаете туда фотку этого стула боком. Он вам сразу находит название стула. Вы по названию этого стула можете найти на сайте производителя этот стул со всех ракурсов и расставить себе вокруг стола. В этом марафоне я не показываю, как натягивать текстуру. Честно, не пригодилось. Просто даже не нашлось. Но я показываю, как можно деформировать предмет. Ту же самую там подушку. Точно так же натягивается текстура. Кстати, в базовом курсе интерьера есть урок с шотландской клеткой. Как мы там натягиваем обои. Я там тоже показываю, как натягивать эту текстуру какую-то конкретную, которую мы создаем. То есть, по факту, есть инструмент деформации. Вы можете его попробовать и таким образом натягивать, собственно говоря, эти ткани. Ну, а как деформировать? Единственное, что я могу вам сразу сказать, как бы заранее, то, что деформировать удобнее всего прямую мебель, прямую текстуру. Поэтому, если вы нашли кривую, нужно ее сначала выпрямить, прямоугольник сделать, потом уже натягивать. В общем, натягиваний в этом курсе будет очень много, вы все это увидите. А дальше у вас уже мозг додумает, как сделать, если вам нужно натянуть то же самое, только не на ковер, не на пол, а на кресло. Ну, это то же самое. За четыре уголка мы тянем текстуру. Так, подскажите понятие перспективы и объема. Будет показано в марафоне. Больше не умею рисовать, но хочу научиться объемному коллажу. Будет, конечно, мы будем с вами создавать стены в коллаже. Я покажу вам, как ставить точку перспективы, как в нее сводить стены. Соответственно, дальше мы будем натягивать и добавлять падающие тени уже от руки. Падающие тени вы сможете добавить, даже если у вас нет планшета, есть только мышка и компьютер в фотошоп. Так как мышка и тень вы сможете нарисовать. Так что пробуйте, конечно. Не попробуйте вообще, неизвестно, когда дойдете до объемного 3D коллажа. Тут у вас такой шанс. Да и завтра уже начинаем. Так. Я думала рисовать с учетом сезона с самого цветущего месяца. Вот, но нужно рисовать с учетом сезона. Просто нужно об этом визуализатору говорить. Допустим, мы ищем, как вы говорите, вот тут растет вот это растение, тут растет вот это. Ищите в интернете, как оно выглядит летом. Или вы же присылаете картинку, или вы берете картинку. Мы же можем найти, как выглядит елка зимой-летом, как береза выглядит зимой-летом в июле. Пожалуйста, да, когда цветет какое-то растение. Так что, пожалуйста, рисуйте с учетом сезонности. Это будет круто. Что такое бонусные баллы? Бонусные баллы – это, во-первых, ваша оценка за проделанную работу. Двойки мы не ставим, не переживайте. Как правило, я всегда ставлю 8, если много ошибок. 9, если есть существенная помарочка. И 10 – это как бы best of the best. Ну, ребят, реально, чему я очень рада, то, что я в марафоне ниже восьмерки. Ну, очень редко, очень редко. И чтобы я это поставила, я не ставлю. Я не ставлю. Баллы начисляются, чтобы потом выбрать победителя и наградить призами. Вот буквально позавчера в сторис выкладывали... Простите, не нашла я сил времени морально на эфир, на то, чтобы поздравить победителей в эфире. Мы провели голосование за 2-е, 3-е, 4-е место. Первое место заняла моя ученица Катя Каткова, которая у меня проходит, мне кажется, вот она ко мне пришла только в апреле, и проходит порядка 5 курсов. За первое место мы подарили курс в подарок. Я не знала, что Кате, честно, подарить, потому что у нее действительно есть куча-куча моих курсов. Я не знаю, сколько в штуках, но не меньше пяти. Она проходит все мои марафоны. И выяснилось, что у нее нет курса фэшн, и мы ей подарили курс фэшн. Соответственно, баллы начисляются для того, чтобы вы поучаствовали в розыгрыше призов. Можно совершенно за ними не гнаться, вообще не обращать на них внимания, и получать удовольствие обучаться на марафоне. Уже сейчас эта волна чуть-чуть отъекла. В первых марафонах все больше люди бились за призы, и сейчас больше работает свое удовольствие, потому что поняли, что мы участвуем, знаете, как в бешеной сушке. И не для того, чтобы миллион выиграть, а для того, чтобы от жира избавиться. Так что нужно понимать, для чего вы идете. Все-таки знания получить и монетизировать их потом гораздо больше вы получите, чем будете ради баллов. Ради баллов неинтересно. Это как я красный диплом в институте получила. Когда ты такой за месяц за диплом и узнаешь, что тебе надо вот этот последний экзамен сдать на пятерочку, и у тебя будет красный диплом. Ты такой... Или, знаете, некоторые ходят, и за каждой тройки парятся, и за каждой четверки парятся, и из-за этого нормально не учатся, потому что за каждую оценку, как вот медалиста в школе. Ходят же, кстати, двойки затирают, тройки, начиная с восьмого класса. Ну, это же не в удовольствие. Надо в удовольствие. Так, какая программа фотошопа нужна для работы на компе? Adobe Photoshop обычный. Adobe Photoshop, потому что у... Photoshop он один. Дальше идут лайтрумы, и это уже все про другое. Просто Adobe Photoshop. Не Adobe Sketch, а Adobe Photoshop на компьютере. Так, по фотошопу тоже подскажете, как перспективу изобразить? Конечно, я же вам сказала. В марафоне есть отдельный блок, куда я добавила уроки из моего старого курса по фотошопу на компе. Там я также показываю, как стены, как натягивать, как объем на них показывать. Все то же самое. Просто для тех, кто хочет проходить в фотошопе, у вас даже больше бонусов. Вы сначала проходите в фотошопные уроки, а потом все наши Procreate, которые я показываю в Procreate, делаете также в фотошопе. То же самое для тех, кто проходит в Procreate. Проходите в Procreate, потом, если хотите, еще пройти три урока. Идите и пройдите. Я показываю в фотошопе, вы все это делаете Но в уроках по фотошопу я не даю референсы Просто я их уже не могу найти Поэтому создавайте свои коллажи Идите в Пинтерест, найдите люстры и так далее По урокам, которые в марафоне, я референсы даю Но я буду рада, если вы будете рисовать свои интерьеры То есть не брать мои референсы, а идти брать аналогичные Либо хотя бы немного изменять Чтобы у нас с вами все-таки были разные коллажи Разные картинки, это тоже интересно Ну и плюс у вас будут разные портфолио А то, что мы все под копирку будем Можно ли купить плоский марафон? Нет, уже плоский марафон купить нельзя А где вы были, ребята? Ну где вы были? Соскучилась, спасибо большое Ну все, ребят, я на все ответила Я сейчас сохраняю это видео в ИГТВ Смотрите его Дам в сториз тоже ссылочку, чтобы не пропустили Все мои ответы по марафону по коллажу Который стартует уже завтра в 9 утра Так что всех жду И давайте новые знания получать Завтра будет тоже классное видео Выложу видео, которое в марафоне вы уже могли посмотреть Завтра в ленту выложу для всех Рассказ про коллажи, про монетизацию, про виды Про то, как использовать, для чего нужны Так что тоже классно, не пропустите Все Всем удачи, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok